К другим темам. Не сообщать персональных данных, не говорить номер своей банковской карты, не доверять людям, которые предлагают выгодные финансовые операции. Эти правила знают каждый, но в жизни, не задумываясь, выдают о себе всю информацию абсолютно незнакомым людям. А уж последние знают, как ею воспользоваться. Как не попасть на удочку мошенникам, выясняли наши корреспонденты из Алмазного края. Учреждение государственное, вызывающее доверие. Пенсионный фонд защищает права клиентов. И на репутации тех, кому доверяют, выигрывают мошенники. На стендах пенсионного фонда информация о порядке уплатив страховых взносов, начисление пенсии и последние изменения в правовых документах. А впору вешать памятки о мошенниках. В последнее время они все чаще представляются сотрудниками пенсионного фонда. В учреждении о таких манипуляциях знают. От столицы республики, где жертвами этого вида мошенничества стали десятки пенсионеров, волна докатилась до Ленска. Звонок от псевдосотрудников фонда поступил Ильинчанке. Поступил звонок на сотовый телефон оператора мегафона. И я ответила, и сразу мужской голос представился. Здравствуйте, я звоню с пенсионного фонда России. Вы получили денежные средства. Вот я не помню, он назвал то ли это единовременная выплата, то ли сумма, которая сейчас перечисляется в размере 5000. Я говорю, да, получила. Он говорит, а сумму 1438 рублей. Вам перечислена была? Я говорю, нет, такой суммы не было перечислено. Чтобы перечислить пенсионерке якобы не выплаченную дополнительную сумму за северный стаж, она должна была сообщить номер карты. Но не на ту напали, Надежда отказала. Хотя, чтобы войти в доверие, мошенник рассказал все личные данные пенсионерке, вплоть до последнего места работы. Отказала и правильно сделала. В пенсионном фонде уверили, их специалисты клиентам не звонят. Даже если мы позвоним, по каким-то причинам, дополнительно что-то нужно нам разузнать или еще что-то, мы никогда не спрашиваем, вы получаете пенсию или не получаете пенсию. Скажите номер нашей карты. Почему? Потому что у нас есть все счета. У нас есть по фамильной, по отчеству. То есть этот вопрос нас совершенно не интересует. Звонки граждане могут получать от псевдосотрудников Банка России, прокуратуры, суда, Минздрава, Минфина и других учреждений. Все они сообщают о положенной денежной выплате. Но вместо этого со счета списывают деньги. Не переводить, не передавать информацию никому. Номеры карточки, кому она принадлежит и любые сведения. Бдительная линчанка Надежда о попытках мошенников обмануть ее сразу сообщила в пенсионный фонд. Его руководство обратилось в ОБЭП. А кто-то из граждан не сообщил. Значит, в правоохранительные органы поступит неполная информация о проблеме. Это уменьшит и без того малый процент раскрываемости подобных дел.